Всех приветствую! С вами Мила Венецианская, я профессиональный астролог. Сегодня я вам рассказываю про Дев. Солнце в Деве. Как всегда, напоминаю, что Солнце в Деве — это не вся Личность человека. Существует еще 9 других планет в натальной карте, которые формируют качество характера Личности и формируют событийности в жизни человека. А заметьте, как я вам рассказываю сегодня, когда я рассказывала про Львов, это было все задорно и интересно, так зажигательно. Когда я рассказываю про Дев, сонастраиваясь с знаком Девы, это все более стабильно, понятно, чуть помедленнее. И я сразу же начала зацикливаться на мелочах. Как раз про Дев. Солнышко в Деве опирается в своем самовыражении, в проявлении себя. Опирается именно на детали, на основательность, на упорядоченность. Они действительно, если захотят проявить себя, они, когда хотят чего-то добиться, они скорее будут шагать последовательно, четко понимая, чего они хотят и куда они идут. Если у них возникает желание, то след за этим желанием, во-первых, желание будет обязательно каким-то практичным, и они все будут классифицировать, то это практично, то это непрактично. Вот тут вот я буду что-то делать, я буду вот так вот себя выражать, потому что это полезно. То есть полезность и практичность для них некие такие мотивационные движущие силы, на которые они опираются и через что они воспринимают все, что происходит в жизни с ними. Если же они что-то считают не полезным, не практичным, они считают, что это не упорядоченно, это какая-то концепция не проработана, не проработана до деталей, до мелочей, тогда сразу же эти люди будут либо отправлять на доработку, либо отсекать такую идею. Они не суперфонтанируют идеями, они хороши в том, что они уже умеют, они прекрасно сохраняют опыт, который они получили, они его вот как бы добирают, сохраняют, на этот опыт накладывают следующий. Но такой момент, вот они как в чем-то начинают быть, прям вот себя уверенно чувствовать, вот они хороши в чем-то конкретном, в какой-то должности, в какой-то профессии. Они, чтобы переключиться на какую-нибудь другую профессию, другую организацию, другую должность, на другие отношения, ну вот чтобы было это переключение, им нужен какой-то сверхстимул, чтобы вот прям обстоятельства помогли, потому что сам по себе такой человек не слишком быстро будет переключаться. И если взять и такого человека слишком быстро переключить, он находится в определенных обстоятельствах, привык проявлять себя определенным образом. И раз мы человека просто перемещаем, ну в какой-то внезапной силой воли, он перемещается в другие обстоятельства, неважно в какие, просто они другие по отношению к тем, которые были в предыдущем моменте. Что будет происходить с этим человеком? Он будет максимально дезориентированным. И если солнце, например, в раке или в рыбах быстрее перепрофилируется, переориентируется и подстроится, то солнце в дереве будет делать это со скрипом. Какой минус у этого солнышка? Люди, особенно с возрастом, начинают прямо зацикливаться на мелочах и деталях. Они уже без этого никак не могут. Что происходит? Эта зацикленность, она не даёт двигаться достаточно быстро вперёд. Закапываясь вот этим систематизацией упорядоченности, они не могут сделать квантовый скачок. Им сложно какие-то прорывы совершать. У них всё шаг за шагом, шаг за шагом. В этом они хороши, бесспорно. Если есть чётко простроенная стратегия, если есть концепция некого поэтапного планового движения, они действительно будут его придерживаться и добиваться очень крутых результатов. Опять же, поскольку это земля, то слово «результат» для них очень важен. Но если непредсказуемые обстоятельства, непонятно, что будет завтра, вообще непонятно, там 10 пункт в каком-то прописанном алгоритме, вот пункт 10 отсутствует, а потом сразу 11. А в пункте 10 непонятно что, непонятно какие действия. Всё, человек с солнцем в дереве, если это ещё и поддерживается аспектами земля, то он дойдёт до 9 пункта, а когда провал в 10, ему потребуется время для того, чтобы, грубо говоря, этот мостик перекинуть, придумать себе какие-то последующие шаги, чтобы дойти до 11 пункта. Плюс один к тому, что такой человек склонен к техническим или рациональным направлениям реализации себя, технарии, инженеры, либо люди, которые могут хорошо писать, хорошо работать с текстами, с цифрами, буквами, ну, они в этом хороши, там, где нужно навести порядок. В отчётах, в базах данных, они тоже хороши. Есть огромное количество дев, которые скажут, я ненавижу отчёты, я не вообще, нет, это не про меня, писать это не моё. Ну, действительно, таких людей тоже много. Они не девы? Нет, они девы. Но те аспекты, которые есть у других планет на Солнце, просто эту деву переключают, выключают. И те качества, которые не стыкуются с качествами планет, которые делают аспекты на Солнце, они из девы, грубо говоря, вычёркиваются. Если аспекты на Солнце не противоречат принципам знака девы, тогда вот именно эти качества девы, которые вступают в противоречие, не будут вычеркнуты из психики человека и не будут проявляться в жизни. Женщина в таком мужчине может увидеть надёжного, стабильного, предсказуемого партнёра. Если у женщины у самой Солнца в деве либо в земном знаке, либо в аспектах с Сатурном или с Венерой, то да, как вариант, ей будет с таким человеком не слишком скучно, а наоборот будет цениться цениться эта стабильность. Но если у женщины Солнце с противоположными качествами, нужна динамика, нужна переключаемость, нужна скорость, перемены места жительства или перемены информации, ну, к сожалению, Солнце в деве не сможет обеспечить то, что хочет женщина. И женщина будет такого мужчину воспринимать, как он меня тормозит, он мне не даёт развиваться. Ну, скорее всего, мужчина ничего не тормозит и развиваться даёт, но просто делает это не в таком своём темпе. Либо другой вариант. Мужчина с женщиной начали заниматься саморазвитием, и вроде бы они в паре, но женщина может с другим ядром, с другими показателями, с другим Солнцем быстрее развиваться, а он может оттормаживать. Но штука в том, что Солнце в деве они берут качеством и за счёт, ну, такой, не суперторопливости. А тот, кто развивается быстрее, погнали, чтобы вот прямо обогнать всех, за счёт этого качество хромает. И Солнце в деве — это медленно, но точно к цели, и они точно её достигнут. А другие знаки, зодиака неземные, да, мы говорим не про козерогов, не про тельца, а вот про другие, они могут быстрее, но результат может быть хуже, и в итоге с этим быстрее люди могут потеряться, не достичь нужного им результата. Те, кто в Солнце в деве, они будут очень медленно, последовательно добиваться своей цели, а потом прочно удерживать тот результат, которого они добились. То есть попробуйте-ка мужчину или женщину с Солнцем в деве, если она ещё поддерживается аспектами эти качества, попробуйте их сдвинуть с того места, до которого они добрались тщательно и методично, попробуйте заставить их что-то переделать, то, что они делали до этого достаточно долго. Ну и в принципе там не будет никаких придирок к тому, какого результата они добиваются, потому что практичность прибывшей всего для них, и они действительно будут делать качественно. Дева — это устойчивый знак, и люди с таким Солнцем при принятии решений будут опираться только на себя. Переубедить их будет крайне сложно, только если такой человек признаёт вас авторитетным. Да, тогда вы сможете повлиять на его решение, но если вы равны такому человеку, либо ниже по статусу по иерархии, нет, он действительно примет решение сам и будет этим руководствоваться в дальнейшем. Если порассуждать на тему, какие люди подойдут в партнёрство к тем, у кого Солнце в Деве, ну, земные тоже подойдут, то есть, получается, Солнце в Тельце, Солнце в Козероге подойдут, но что будет происходить в такой паре? Они будут очень медлительными, и это будет такой союз сразу двух людей, которые уже как будто бы 7 тысяч лет вместе прожили и уже давно на пенсии. Динамики не будет. Но, опять же, допускать до себя партнёра, который будет добавлять динамику в паре, но это нужно осознавать, что происходит. И если люди действительно взрослые, осознанные, понимают свои плюсовые и минусовые стороны, то, например, человек с Солнцем в Деве в Деве себе возьмёт эмоционального, динамичного партнёра, чтобы не застаиваться на одном месте. Да, будет немножко недоволен этой динамикой, да, будет обвинять своего партнёра, ты не основательный, ты не результативный, но тем не менее партнёр добавит динамики. Это нужно уметь ценить. Таким людям Солнце в Деве очень хорошо подходит тем знаком зодиака, которые связаны, допустим, с воздухом или с водой, потому что эти люди неустойчивые, а Солнце в Деве устойчивое. То есть, получается, те, кто имеет преобладающие стихии воздуха или вода, им всё время нужен какой-то партнёр или кто-то, кто их будет стабилизировать, удерживать в одной эмоции, удерживать в одном направлении, удерживать в реализации конкретной задачи. Великолепно. Для рабочих задач вот такие вот союзы, связанные, что кто-то, допустим, Солнце в Деве, добавляется ещё человек с огненным солнцем, который идеи может креативить. Допустим, человек с Солнцем в воздушном знаке, который будет отвечать за коммуникации, Солнце в водном знаке, который будет добавлять такой мягкости. Давайте не ссориться, давайте как-то по-другому посмотрим на это. Ну, такой пластичности будет добавлять в работу команды. Вот если их объединять и каждый будет занимать своё собственное место, не претендуя на место другого, это будет практически идеальная команда, которая может создавать идеальный продукт. Если у Дев какое-то особое отношение с финансами, ресурсами, они будут относиться к ним ровно так, как и ко всему остальному. Подсчёт, учёт, немножечко контроль, такой вот внимательность, куда тратить. Они могут иногда, даже в зависимости от натальной карты, они могут, конечно, деньги и разбрызгивать просто как, не знаю, фейерверк раскидывать, или как брызги шампанского, но если мы возьмём, в принципе, вот качество знака Дьявы, то да, они, может быть, и разбрызгивают эти деньги, как шампанское, но они будут знать, куда каждая брызга потрачена. Они будут понимать, а вот от этих разбрызгиваний какая польза, какой результат будет в конце всего этого. Деву не вытащить из человека ровно так же, как и другой знак, не вытащить из солнца. Но, зная свои преимущества, можно на них великолепно опираться для того, чтобы иметь преимущество не только перед самим собой, но и по сравнению с другими. Хотите почувствовать себя Девой или хотите понять, что чувствует Дева, возьмите пазл с очень мелкими деталями или возьмите Лего с очень мелкими деталями. Всё сбросите в одну кучу и потом не оставляйте работу до тех пор, пока не восстановите, не соберёте конструктор или не соберёте пазл. В этот момент вы поймёте, что значит быть Девой. Как вы к этому отнесётесь, это будет ваша игра и ваше сознание, но что такое Девы и что они любят, вы точно почувствуете. В любом случае всё индивидуально, зависит от аспектов, зависит от расположения Солнца, над горизонтом, под горизонтом, в каком доме оно расположено, как устроена Луна в карте, а куда попал Меркурий, потому что он находится внутри такого Солнышка. Всё это очень индивидуально. Хотите разобраться, приходите на консультацию. Ссылка на запись на консультацию под этим видео.